добрый вечер меня зовут александр я расскажу про грид как систему распределенных вычислений эта система интенсивно развивается в украине где-то последние 5-7 лет и наш институт принял активное участие в ее развитии как известно в начале было слово и слово выражало концепцию слова грид в применении к вычислениям обычно неправильно переводят как берут основное значение в английском языке решетка в то время как в данном случае это происходит не от самого слова от словосочетания power grid и это словосочетание означает электрическая сеть и концепция означает что то так же как пользователю который втыкает штепсель в розетку все равно где бы была произведена эта электроэнергия как она доставлялась к нему точно так же пользователю которому необходимо произвести какие-то вычисления должно быть все равно на каких компьютерах под какими операционными системами и прочие технические подробности как как выполняются эти вычисления эта концепция была сформулирована в начале 90-х годов прошлого века и за это время возникло очень много разных систем которые удовлетворяли этой концепции они занимались поиском внеземных цивилизаций взламыванием шифров поиском криптовалют и прочим прочим но наибольшее развитие получил научный грид и наибольшим толчком к развитию научного грида послужило создание в церне большого адронного коллайдера для нашей истории важно то что эта установка продуцирует огромнейшее количество данных эти данные необходимого во-первых где-то сохранить и во-вторых обработать для того чтобы получить уже какой-то физический результат во время проектирования этой установки перед авторами стала такая дилемма классический путь решения состоял в том что надо построить очень большой суперкомпьютер который бы занимался решением этой задачи не классический способ состоял в том что давайте распределим это вычисление по разным институтом входящим в коллаборацию таким образом задействуем эти самые мощности grid по структуре самих вычислений основным моментом является возможность проводить параллельные вычисления то есть если задача устроена таким образом что каждый следующий этап можно делать только после предыдущего то ее нет смысла расправиливать если же все пункты можно выполнять независимо друг от друга то можно произвести эти вычисления за гораздо меньшее время поручив их каждой отдельному процессору в прошлом веке основной способ развития вычислительной техники был в наращивании частот процессоров системных шин и прочее мы от мегагерцов перешли гигагерцам и это было в первый способ решения задачи плюс значит но потом мы подошли к физическим ограничениям в наращивании частот и сейчас фактически единственными методом увеличения быстродействия является распределенные вычисления ну и как мы можем видеть это выразилось том что любой компьютер который вы сейчас можете купить любой смартфон это многоядерные системы следующим этапом в объединении вычислительных ресурсов после многоядерных процессоров было объединение компьютеров в вычислительные кластеры здесь показано как это выглядело 15 лет назад у нас объединялись обычные компьютеры обычным обычной локальной сетью здесь показано как это выглядит сейчас насчет компьютеры стали гораздо более специализированными специализированными они заточены именно под вычислений под производство вычислений соединяются компьютеры очень высокопроизводительными шинами которые кроме того что позволяют передавать большое количество данных еще оптимизированы под передачу именно мелких пакетов а именно такими пакетами обмениваются компьютеры при решении параллельных задач ну и конечно же нашим кластерам далеко до кластеров церна значит видите в церне это огромнейшие сравнимые с футбольными полями производственные площади значит следующий шаг в объединении ресурсов возник с удешевлением технологии оптоволокна когда вычислительные кластеры разных институтов разных учреждений стало возможно объединить между собой и таким образом распараллеливать задачи не только внутри одного кластера но и географически между разными точками вот то есть с физической точки зрения грит сейчас представляет собой набор кластеров разных институтов которые соединены между собой оптоволоконными каналами основные кластеры в том числе и наш кластер подсоединены к системе на скорости 10 гигабит в секунду более мелкие кластеры подсоединены на 1 гигабитными каналами более интересна структура грит с логической точки зрения значит здесь основным структурным элементом является виртуальная организация виртуальная организация объединяет в себе с одной стороны учреждения которые обладают кластерами вычислительными ресурсами и предоставляют их для выполнения вычислений с другой стороны пользователей ученых которым эти вычисления необходимо производить исследователей причем в качестве исследователей могут выступать как физические лица отдельные ученые так и юридические лица то есть институты и чаще всего как раз институты и предоставляют свои кластеры для вычислений и используют же их возможности но выигрыш получается в объединении в кооперировании этих ресурсов то есть когда ресурсы не используются для решения наших задач мы их отдаем под решение других когда наоборот нашим задачам нужно больше ресурсов они берутся в других значит в каждой виртуальной организации прописывается кроме того какие кластеры его поддерживают как используются перечисленные здесь основные грид интерфейсы именно это позволяет унифицировать эти кластеры между собой то есть прописывается какое должно быть установлено программное обеспечение какие версии так чтобы пользователи могли запускать задачи на любом из этих кластеров а еще точнее чтобы менеджер задач мог их распределять на любой из этих кластеров в Украине сейчас существуют что-то между двадцатью и тридцатью виртуальных организаций если кого-то интересует значит здесь представлен сайт организации инфраструктура которая в свою очередь является виртуальной грид организацией которая занимается созданием грид инфраструктуры ну и конечно же для обеспечения такого распределения необходимо специальное программное обеспечение также как компьютеру для работы нужна операционная система так и гриду необходимо это программное обеспечение называется middleware сейчас используется арк который потихонечку устаревает и желает который сменяет его это программное обеспечение занимается тем что ведет учет наличных вычислительных ресурсов распределение задач между ними и еще очень важная часть любого middleware это accounting и billing точный счет того кто сколько ресурсов предоставил кто сколько ресурсов потребил ну и дальше я расскажу о том какими грид задачами занимаются в нашем институте примерно по степени загруженности наших вычислительных мощностей этими задачами значит наш институт участвует в церновском проекте большого дронного коллайдера конкретно в коллаборации Алиса на момент создания этих детекторов мы поставляли кристаллы сейчас же наш вклад это вычисление при помощи грид значит на этом графике вы видите оранжевым здесь больше желтым похож самая большая кривая это то каким вклад нашего кластера среди других украинских участников то есть видите вклад нашего кластера определяющий вот значит а здесь приведены кривые всех участников коллаборации значит вот наша кривая такого же оранжевого цвета здесь наше достижение основное достижение в том что эта кривая хоть как-то заметно она не сливается с горизонтальной оси вот значит при этом для Алисы наше участие было не очень так сказать сложными структурированы мы инсталлировали программное обеспечение потом просто предоставляли наши вычислительные ресурсы второй проект в области физики высоких энергий это БЭЛЬ-2 это японский коллайдер чем-то похожий на большой ядроны только все-таки поменьше значит сейчас он в состоянии реорганизации то есть проект эксперимент БЭЛЬ-1 закончился кстати говоря для эксперимента один он тогда не назывался просто эксперимент БЭЛЬ в нем использовался один мощный суперкомпьютер для обработки данных значит БЭЛЬ-2 будет ориентироваться именно на ГРИД и наше участие было в моделировании потоков данных которые будут возникать в этих экспериментах в создании этих структур и также некоторые физические задачи как например колебровка детектора точнее всей системы детекторов задачи связанные с такими вещами следующие задачи которые вычисляются на нашем кластере это квантово-химические расчеты значит это виртуальная организация компучем которая использует специальное программное обеспечение в квантовой химии редко кто программирует с нуля обычно уже используются готовые программы для которых описываются в специальных конфигурационных файлах молекулы которые необходимо рассчитать их жесткие параметры вариабельные параметры значит и дальше можно рассчитывать пространственную конфигурацию очень сложных молекул это нужно для самых разных химических задач вот одна из таких задач это так называемый докинг это пожалуй самая сложная задача значит проблема состоит в том что если нам необходимо воздействовать каким-то образом на белок мы делаем лекарства значит то вещество которое присоединяется к белку должно совпать по атомной структуре с компонентами белка примерно так же как ключ совпадает с замочной скважиной вот то есть необходимо подобрать очень тонко эти параметры значит соответственно это можно делать при помощи вычислений просто методом подбора задавая вариабельные параметры и меняя конфигурацию этой молекулы так чтобы она в конце концов совпала с нужной нам целью еще одна часто используемая задача это локализация возбуждений в сложных молекулах очень часто ученым необходимо знать где именно происходит возбуждение в молекуле от этого зависит то каким образом эти возбуждения поведут себя впоследствии каким образом будут релаксировать следующий класс задач которые у нас решаются это моделирование роста кристаллов это классический численный эксперимент когда мы можем просчитать на компьютере распределение термических полей распределение вещества внутри ростовой установки в принципе как некоторые идеалы некоторые фирмы действительно дошли до такого идеала для каждого кристалла который растится запускается своя компьютерная модель и на этой модели можно смотреть что это с этим кристаллом произойдет через некоторое время и соответственно иметь вот этот самый запас этого некоторого времени на то чтобы корректировать процесс роста если вдруг что-то пойдет не совсем так как планировать с самого начала у нас же в основном проблема состоит в том что наш институт все-таки научный а не производственный и каждый рост немножечко отличается от предыдущего поэтому сделать такую программу сразу оптимально сложно у нас же система модерирования используется именно в качестве численного эксперимента когда необходимо что-то изменить в процессе роста то его проще сначала просчитать а уже потом ставить дорогостоящий физический эксперимент ну и тот проект которым занимался непосредственно я это использование агрид для хранения медицинских изображений проблема с цифровыми данными в нашей стране в общем-то такая что они удаляются в момент создания то есть практически все кардиографы сейчас цифровые но снятая кардиограмма распечатывается на ленточке отдается пациенту а файл вытирается соответственно изображение либо распечатывается на бумаге либо на пленке отдается пациенту файл вытирается гриб поскольку он предназначен не только для эффективных вычислений но и для хранения больших объемов информации может решить эту проблему хранения объективной медицинской информации при решении этой задачи кроме чисто технических проблем которые на то и технические что профессионалы их решают мы столкнулись с двумя организационными одна это то что мы совершенно четко себе признавали представляли что наши врачи да и не только наши не будут получать грид сертификаты для работы с этой системы соответственно нам надо было обойти этот вопрос и второе что в гриде как научной в общем-то открытой системе невозможно хранить персональные данные оба эти вопроса были решены созданием соответствующих шлюзов в частности шлюз который ставится в медицинскую клинику работает в общепринятом и в мире у нас в украине стандарте дайком таким образом врач который с ним работает для него это совершенно прозрачно он отсылает на какой-то дайком сервер в локальной системе а то что потом эти данные хранятся где-то в гриде он может и не представлять значит при этом персональные данные хранятся на этом локальном сервере и не покидают физические пределы медицинского учреждения таким образом решаются эти задачи значит предоставляются эти данные тому этой системы тому кто эти данные загрузил за исключением одного важного случая который позволяет практически использовать эту систему значит если данные пациента были загружены в грид то на бланке ему распечатывается куэр-код и если он после этого пошел куда-то на консультацию в совершенно другое лечебное учреждение то врач может сосканировать этот куэр-код при помощи планшета смартфона любого устройства совершенно стандартной программы там записано мест адрес в гриде где хранится это данные и он получает доступ к этим данным и только к ним то есть система примерно такая же как в файловых хранилищах всякий кто знает ссылку получает содержимое этой ссылки кто не знает ссылку не получает ничего значит ну и наконец если кто-то проникся этой темой насколько что возникло желание поучаствовать что-то посчитать в гриде первое что вам необходимо это получить грид сертификат для этого пойти на этот сайт и там подробно описано не очень простая но инструкция как это сделать вот а после этого вам надо вступить в какую-то из виртуальных организаций и приступать к расчетам в рамках этой виртуальной организации в частности очень многие студенты у нас делают практически дипломы или что-то на используя эти вычислительные ресурсы спасибо за внимание спасибо 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 что скажем один день надо потратить а сколько же дней надо потратить чтобы переустановить полностью всю контролируемую систему если будет закончиться ее в общем ну вы знаете с этой проблемой мы сталкивались еще до создания редкластера вот и сейчас есть системы которые можно переустанавливать на ходу то есть допустим если нам надо поменять какой-то жесткий диск какой-то винчестер то мы даем команду системе чтобы она составляем новый жесткий диск даем команду перенести с этого на тот при этом система не останавливается все продолжает работать вот то есть сейчас возможности в частности делать иммиграцию системы то есть переход на middleware операционной системы более высокого уровня не останавливая основные сервера основных их функций нет нет ну вот чем сложнее тем сложнее и средства управления этой системой то есть есть функции которые позволяют не останавливая эту систему производить апгрейд второй вопрос такой смотрите вот Сергей хочет что-то добавить я поясню я просто тоже как-то занимается проблема если кому-то интересно во всех этих программах которые используются для вычисленных версий существуют так называемые минорные и мажорные открыты и когда идут какие-то начиславы должны обновить свою систему обновление находится там в стандартном месте но обычно это репозиторий они зафиксированы при работе той операционной системы которую хочет например и соответственно в определенный момент администратор перекрестится обновить программное обеспечение если это не произошло происходит на предыдущую версию того что было обычно сохраняется предыдущая версия в случае когда происходят большие обновления то проще сделать как построено у нас создается новый виртуальный сервер на который накатывается все программное обеспечение он настраивается и по факту его готовности происходит отмена краткосрочной одного сервиса другим изменения то есть система виртуальных серверов позволяет держать про запас несколько серверов ну в том числе даже с разными и это позволяет в свою очередь достаточно оперативно реагировать мы в некоторое время даже были в каком-то смысле подобной лошадкой когда морской свинкой какой-то когда тестировалось программное обеспечение и таким образом накопились какие-то баги несоответствия этого программного обеспечения тому что требуется у нас тогда оказались самые новые компьютеры которые еще не тестировали без других систем и прочее второй вопрос связан с тем что эти расчетные мощности вырабатывает очень много тепла насколько я знаю в Европе есть даже программа когда когда решетную мощность ставят дома она отапливает хозяева оказывается следить на то что там собаки все с ним было хорошо и в общем люди получают тепло а ученые место для отходения строительства еще да вы знаете у нас в нескольких институтах были введены подобные системы когда тепло вырабатываемое кластером отправлялось на обогрев ну вот в институте гибернетики вот такого актового зала вот ну в принципе это все более или менее пилотные проекты и одна из очень важных проблем которые мешают этой системе это например то что противопожарные системы которые устанавливаются обязательно в таких вещах могут нагнедать какие-то газы которые не совсем полезны человеческому организму скажем так если используются такие противопожарные системы то тогда воздух который тёплый воздух который выходит из системы кондиционирования запрещено использовать для обогрева помещений вот ну думаю что да то есть несколько таких проектов в Украине действует по использованию такого типа последний вопрос если можно вы не боитесь что система выйдет в стоп-контроле из-за охватив власти конечно боимся я не знаю что он будет решать наследие директоров и выпущать куда-нибудь поставь пластер а вопрос у меня следующий украине решение вопросов моделирования погодных событий есть ли в Украине какие-то пластеры компьютеры грипп системы которые решают какие задачи а похоже опять Сергей знает больше я могу ответить что работает виртуальная организация специальные МАО они в том числе считают институты кибернетики и прогнозируют погодные события не только для Украины но и на заказ например рассчитывали прогнозируемые реакции то есть наши ученые создали свои программные исключения они в том числе мы тут не говорили о таких возможностях как GPU графические процессоры которые для определенного класса задач могут перекрывать возможности некоторых классеров многократно но эти классеры могут решать только определенную результат но мало считает это тема отдельная лекция пытался включить но есть и считает это не только для Украины и прогнозирование происходит если опять зайти по определенным ссылкам посмотреть на определенный сайт можно будет загруженность наших кластеров определенными задачами скажите пожалуйста чем принципиально на уровне жилец ваших компьютер кластеров отличается от того компьютера который стоит у меня дома значит ну во-первых как вы видели он в гораздо более эффективном корпусе так что не надо использовать большие пространства вот значит во-вторых сам процессор может быть и такой же как и у вас дома все зависит от того какие у вас финансовые возможности потому что обычно для кластеров покупаются все-таки более или менее топовые процессоры вот значит вот чего у вас дома абсолютно точно не стоит это вот этой самой системы связи между компьютерами которая позволяет очень эффективно обмениваться информацией вот а так в принципе то есть по структуре компьютера по процессу оперативная память а да еще один момент что оперативная память на кластерах компьютерах используется так называемой коррекцией четности то есть системами которые позволяют определить была или не была ошибка памяти при произведении вычислений и во многих случаях не просто определить была или не была оскорректировать эту ошибку вот и то есть поскольку вычисления длятся очень долго это могут быть и дни а могут быть и месяцы вот это дает гарантию того что такие долгие вычисления не пропали впустую мы гарантируем то что нигде не произошла какая-то случайная ошибка памяти которая изменила число в совершенно случайном порядке вот а в остальном в общем то наверное нужно опять же использование топовых или стандартных решений там или как это называется домашних решений ну количество процессоров тоже у дома я знаю людей у которых и 8 и 16 вот но вот ну примерно так спасибо вот как раз относительно домашнего использования компьютеров насколько я знаю раньше были проекты определенных вычислений где каждый мог поучаствовать в чувствительном ресурсе и вот используется здесь можно теоретически создать организацию где каждый скачает через интернет какую-то программу и часть ресурса может поделиться да да это как раз то что наиболее популярные сети at home практически все вот на втором слайде логотипы это именно такого типа сети в научном гряде такой подход не используется по таким соображениям что для гряда ну и вообще для распределенных вычислений одно из наибольших сложностей составляет гетерогенные структуры то есть когда слишком много разных систем участвуют в вычислениях то есть распределять вычисления между однотипными процессорами системами компьютерами гораздо проще чем между разными и с какого-то начиная с какого-то момента оказывается что накладные расходы на управление превышают те вычислительные мощности которые предоставляются отдельными компьютерами поэтому научный грид это объединение именно кластеров то есть чтобы войти в грид вам надо иметь не просто домашний компьютер домашний кластер вот людей у которых есть домашний кластер я еще не встречал спасибо большое за информацию на вопрос должен быть у вас на графике использования вашего кластера есть красивый большее это в алисе где было честно говоря я уже то есть возможно это техническая остановка возможно можно так а а здесь еще ага да ну вот сергей правильно вспомнил то есть по поломка кондиционера соответственно у нас был включен из там нескольких сот процессоров буквально десять которые могли работать без кондиционера пока не устранили поломку мы выпали из вычислений да отличие уже было а терминологическое отличие есть пока не на самом деле что это облачные технологии да значит вообще говоря если бы то что мы сейчас называем облачными технологиями возникло перед тем что мы сейчас называем грядом то наверное именно оно бы и называлось грядом потому что именно оно лучше подходит под вот эту самую концепцию вот а если говорить отличие в основном организационного плана то есть облачные технологии это как правило некая фирма как правило коммерческая которая имеет вычислительные ресурсы и предоставляет их как сервис для конечных пользователей вот значит грид это же ну в каком-то смысле кооператив это объединение приблизительно равных партнеров которые обобщисляют свои вычислительные ресурсы и позволяют друг другу ими пользоваться вот хотя в общем-то тенденции к сращению сращиванию гряда и облачных вычислений идут и я принимал участие в одном из таких проектов результатом было один из участников придумал отличное название rainbow почему rainbow потому что rainbow это арк из гряда и клауд из облачных вычислений это вычислите вычислите